Скажите, вот этот миграционный кризис, он уже действительно поражает воображение, та жестокость, которую, в частности, вот и польские спецслужбы, военные встречают мигрантов, звучат обвинения в адрес Беларуси, но вот как сказала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, она напомнила, в том числе и про роль Польши в атаке против Ирака, предложила им принять 200, 2000 беженцев, вот что вообще происходит, истоки, почему это происходит, ваша оценка? Мария очень компактно и точно высказалась в этом отношении, очень точно, ведь это все было на моих глазах, более того, я в эти истоки, Игорь Юрьевич, был погружен, я знаю Хафиза Асада, я знал Саддама Хусейна, я знал Нуамара Каддафи, мы с ними в очень добрых, близких отношениях были, в очень, мы встречались с ними, я вам скажу, величайшие мыслители, добавьте сюда Фиделя Каста, к сожалению, ушли. Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит, это были лидеры в своих государствах, и эти мерзавцы, их просто убили, они их убили, и Башар Асада, они также хотят уничтожить. Да, это не Хафиз Асад, Башар более спокойный, ну, доктор, очень добрый, порядочный человек, но он не угоден им, поэтому они снесли лидеров, а следом пошли в страны. Помните, Буш-младший, им надо было переустроить ближний Средний Восток. Они ворвались с Туниса, про это сейчас не говорят, я не говорю там, что раньше в Ираке было, буря в пустыне и так далее, уничтожили фактически страну, что лучше сделали, нет. Потом еще раз зашли в Тунис, Ливия, Сирия, потом дошли до Ирана, посмотрели не по зубам, не влезли в Афганистан, 20 лет и результат. То есть они не просто расшевелили, расшатали ближний и средний Восток, они уничтожили государственность, та, которая была, да, специфическая, не такая, как в России, в Беларуси, а тем более у англосаксов. Конечно, не такая, своя специфика, мы это прекрасно понимаем, что лучше стало. Они же демонстративно это делали, они повесили демонстративно Саддама Хусейна, они на кол посадили Муаммара Каддафи, мусульманской стране мусульманина. Это было вообще дикость, они уничтожили все, что было там, уклад жизни, куда деваться людям. Вот я ночью сегодня проснулся и думаю, что самое страшное там? Знаешь, Игорь, даже не война, там самое страшное отсутствие всякой перспективы. Ну вот представь, дети, у нас дети, какое будущее у них? Образование нельзя получить. Сейчас здравоохранение никакого, про культуру спорта говорить тут нечего. Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшие жизни. Так живой человек всегда бы поступал. А тут устами Меркель в свое время, в 15-м году или в каком, и другими, приезжайте к нам. Они их позвали. Ну и пошел транзит. А самое опасное сегодня, этот транзит обеспечивается людьми. Там люди формируют эти колонны. Сейчас вот с Афганистана пошел приток. Так он только начался. А с Афганистана хлынут люди. Их несколько миллионов, которые служили американцам в Афганистане. И американцы их тоже позвали. Но приказали Европе и Центральной Азии. Правда, Центральные Азиатские республики. Извините. Извините. Куда они пойдут? Они пойдут в Европу. Американцы говорят, ну пусть временно у вас побудут. Так как казахам, узбекам говорят, таджикам и так далее. Временно. Что такое временно? Мы знаем. Навсегда. Это же американцы. Ну, они вам служили. Заберите эти три или пять, сколько там миллионов. Заберите к себе. Нет. И вот пошли эти афганцы. Через Центрально-Азиатские наши республики. Через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом. Вы имеете в виду, они идут и через Украину. Но Украина у них своя. Они пока помалкивают. Беларусь чужая. Надо молотить. А тем более у Лукашенко за спиной Путин стоит. Его все время толкают на Запад. Так же они пописывают. И миграционная эта волна, это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным. Причем тут Путин? Причем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались. Вот сейчас воткнулись в Китай. Хорошо, знаете. Глобально воткнулись. Ну и люди по вашему призыву едут к вам. Да, сейчас они нашли дыру в Беларуси. Хотят через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, абсолютно прилетают законно. Они прилетают, Игорь, в аэропорт, в который коллективный Запад, как ты сказал, никого не пускает из своих компаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пустым не бывает. Сюда десятками рынулись самолеты с Ближнего, Дальнего Востока, с разбомбленных государств. Едут люди, идут на границу. Вот они вчера первые, это впервые было около двух тысяч, а может чуть больше, сконцентрировались где-то в разных местах, в Минске, в лесах. Их подвезли туда. Я же говорю, что этот транзит обеспечивают люди. Там самолет посадят, самолет сюда прилетит. Здесь их возьмут, на границу отвезут, через границу переведут. И там их принимают уже свои поляки, немцы, украинцы. Вовлеченные в эту цепочку. Совершенно. И все за деньги. Это же не бедные люди едут оттуда. А если и бедные, то им собрали эти деньги. И мы эту цепочку полностью отслеживаем. И вот те, кто в Польше, их же они уже поймали и даже вынуждены были объявить, кто они. Там не было белорусов. И всего два россиянина. А десятки транзитеров, которых людей подкидывают, это немцы и прежде всего поляки. Ну еще и украинцы. Литовцы. То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает этот транзит. Женщина недавно задержали. Это в СМИ было то ли 15, то ли 20 человек. Женщина везла в автомобиле. Это все за деньги. А как получается? У них уже там, в Германии, Франции, других государствах эти ячейки созданы. Они позвонили друг другу. Приезжайте, мы вас примем. Там уже их ждут. То есть есть инфраструктура. Конечно. И знаете, они не едут в пустое место. Они не едут в космос. Они едут конкретно к тем людям, которые их ждут в Германии. У кого-то родственники, у кого-то друзья, у кого-то еще что-то. Если кто-то думает, что они вот просто одуревшие бегут за тысячи километров. Это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь это этап только в этом. Короткий участок этого глобального транзитного пути. Абсолютно. И абсолютно не главный. Но просто я тебя хочу к чему склонить. Вы закрыли фактически для себя и для своих компаний наш аэропорт. Россияне, китайцы, другие, как летали сюда, так и летают. А свободное место, аэропорт, это тысячи людей работающих. Взлетно-посадочная полоса, стоянки, топливо, обслуживание, терминалы и так далее. Это тысячи людей. Вы хотели нас удушить, нашу компанию в аэропорту. Более того, Белавия компания, самолеты запретили даже на территории Европы летать. Ну хорошо, мы летаем в Россию, мы летаем в Китай, на этот же Восток и так далее. Хотя ни один Белавия самолет мигрантов сюда не привез. Они на своих самолетах, на Боингах летают. И потом, вы ввели против меня санкции, против белорусов. Вы пошли на гибридную войну против Беларуси. Возьмите СМИ, экономика, политика, уже до военного, до безопасности добрались. Гибридная война. И вы, мерзавцы, безумцы, хотите, чтобы я вас защищал от мигрантов в том числе? Ну Игорь, ну ответь, вот как человек на этот вопрос, что я нелогично рассуждаю? Вы это устроили, получите. И главное, мы же с ними недавно заключили договор о реадмиссии. По этому договору, это значит, что если туда кто-то через нас убежал, а за прошлый или позапрошлый год, мы всего 80 человек через нас прошли. За год 80. Сейчас за сутки больше 2000 проходит туда из Беларуси. Но по их данным. Мы точных данных не имеем, но думаю, что это так. Так вот, 80 человек за год. Я сказал, хорошо. Во-первых, мы с Россией должны договориться и с Украиной. Если от них пришли, то мы им должны передать. Договорились, заключили договор. Поэтому договор они должны были построить у нас места пребывания людей, которых мы по реадмиссии по этой заберем. И введя против нас санкции, они все это бросили. И не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря. То есть на вас еще и возложили дополнительные финансовые расходы? Нет, так я и не буду это делать. Они нарушили, они вышли из этого договора. Взятки гладкие, как в народе говорят, я к этому не имею никакого отношения. Бегут, пусть бегут. Как-то я что, их себе верну и анклавы здесь создам, которые у меня и так проблем хватают. Тем более, я так понимаю, они не хотят в Беларуси оставаться. Они хотят туда, на Запад. И те, кто у нас остается, допустим, они там вытолкнулись, сбили, беременны. Вот среди этих людей на 8-9 месяце беременные женщины. А почему такая жестокость? Вы удивляетесь, потому что вы думали, что там права и свобода человека, и нет жестокости. Нам об этом же они постоянно говорят. Постоянно, а на самом деле, вот показали свое лицо. Что вы бьете этих людей? Они же прямо говорят, да мы не в Польшу идем. Нас позвали в Германию. Мы в Германию идем, пропустите нас. Порезанное, поцарапанное. Один из польских руководителей, не знаю, какого там уровня, недавно заявил, что у нас около 200 человек убитых мигрантов. Это не один, два, три человека, а около 200. Почему об этом мир не знает? Почему правозащитники в Германии, в Франции, в Великобритании, в США молчат? Почему они молчат? Почему туда даже средства массовой информации представителей не пускают? Поляки. Объявили закрытую зону и никого на границу не пускают. Все эти кадры и снимки в основном шли от нас. Ну, сейчас кто-то там прорывается через них и поднимается уже этот скандал и шум. Причем тут Лукашенко. Вы же избиваете людей, которых вы туда позвали. Поэтому это хорошо организованный процесс. И, допустим, требовать от меня, чтобы я как прежде за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его. Именно останавливал, а не финансировал, как американцы вчера заявили или позавчера. Я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня же денег море, у меня же некуда деньги девать. И вообще факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол. Но это же американцы. А что они большие, великие, языком ляпнули и забыли, что сказали. Положите на стол факты, где хоть один человек государственной власти профинансировал или даже бизнесмен. Люди помогают там. Обычные простые люди из деревни берут банку огурцов, как у нас обычно закатку, несут туда, грибы и прочее. Но если люди голодные, воду туда несут им на границу, там, где люди лагерями сидят. Да, помогают. И слава богу. Потому что мы белорусы. И вы бы так точно помогали. Нет, меня надо в этом обвинять. Ну, все это понятно, почему обвиняют. Опасно другое. Я боюсь, чтобы вот это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Чтобы там почва для провокации. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю аккуратно. Ребята, смотрите, мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет? Там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто. Вот их лицо, Игорь Юрьевич. Вот это их лицо. Они всегда были такими. Что мы войны начинали. Поэтому то, что есть, это же мелочь. По сравнению с тем, что они творили в 41-м году против нас. Или развязав Вторую мировую войну, Первую мировую войну. Это же их лицо. Что мы положили 50 миллионов человек только здесь, на фронтах. Плюс еще столько Китай и Япония воевали. Там же тоже погибло под 50 миллионов. Как Си Дзиньпин недавно рассказывал мне. Это подумаешь, ну погибли 100 миллионов, ничего страшного. Вот их лицо. И внутри Польши, Литвы, возьмите Германию сегодня, так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, возьмите во Франции великих лидеров. У них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Как? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который... Поиск внешнего врага. Да, который вот нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу. Нам, дай бог, обустроить эту территорию, которая у нас есть. А они спят и видят всю вашу программу, в которой ты участвовал или не участвовал. Поляк один заявил, ясно откуда. Нам вся Беларусь нужна.